В Комитете по спорту, туризму и делам молодежи состоялась встреча-семинар титулованного дагестанского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова со школьниками и студенческой молодежью, болельщиками и журналистами, организованной движением «Я помощник президента». О самых важных моментах и интересных вопросах и ответах расскажет наш корреспондент Исрафил Исрафилов. Встреча с самым узнаваемым и обсуждаемым дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым прошла в форме пресс-конференции по схеме «Вопрос-ответ». В ходе встречи в адрес главного героя поступило множество вопросов самого разного характера. Так, в процессе беседы Хабиб Нурмагомедов поведал о том, как прошла его первая встреча с титулованным спортсменом, с чего начиналась его спортивная карьера и что способствовало его успеху. На Махамасском турнире, это, по-моему, был 2001 или 2001 год, я тогда увидел борца, за которого очень болел, и брал с ними пример. Я тогда первый раз увидел бой Сараса, я тогда был олимпийским чемпионом, по-моему, уже двукратным. И, ну, эмоции, конечно, были. Тогда айфанов не было, селфи не мог делать. Кроме того, гости встречи интересовали профессиональные планы спортсмена, как долго собирается оставаться в большом спорте и когда состоится его следующий бой. На вопрос о том, если ему доведется когда-нибудь драться против Конора Макгрегора, поменяет ли он свой стиль, Нурмагомедов ответил, что ничего менять не будет. Честно говоря, устал от вопроса у Конора Макгрегора. Ничего менять не буду. Буду так же бороться. И, в шалах, если в бой буду так же втыкать его, а в кануа с головой вниз, что я и люблю делать, это моя база. Так что ничего менять не буду. Рассказывая своей карьерой, Хабиб отметил, что, как у любого спортсмена, у него были и взлеты, и падения. И каждому своему бою может сказать спасибо. Немало интересу земляков вызывал вопрос в случае завоевания чемпионского титула UFC, завершит ли он карьеру или готов защитить пояс. Не люблю в будущее заглядывать. У меня сейчас цель выиграть пояс, привезти его в Дагестан. А что дальше будет, какие у меня будут чувства, какие у меня будут планы, насколько они поменяются. Я не могу заглядывать вперед. Будем двигаться поэтапно. Прозвучало много вопросов, на которые Хабиб с энтузиазмом давал ответы. Но также поинтересовались, имеется ли желание стать главой республики. По президентам, не знаю, я думаю, я молодой для этого. Президент, я считаю, что должен быть за 40, за 50, который видел жизнь. Я еще на начальном этапе, можно сказать, на взрослой жизни, я только стал отцом. И я думаю, что, чтобы стать президентом, нужно... Это же не просто там ты стал президентом и сидишь там у себя в кабинете. Ты должен приносить пользу людям. Миллионы людей ждут, пока ты сделаешь какие-то изменения. После полутора часов общение подошло к концу. После завершения каждый желающий мог сделать фотографию на память с именитым спортсменом. Действительно, Хабиб Нурмагомедов – отличный пример для подрастающего поколения, который много преодолел, много достиг в своей жизни и в спорте. Подобные мастер-классы, безусловно, нужны. Из Сарафил Сарафилов, Салманьки Тихмаев, Новости 24, Махачкала.